Виктор работал на местном предприятии водителем лесовоза. Доставлял древесину на лесопилку из сибирского леса. В выходные дни Виктор обычно ходил поохотиться на зайца или куропатку. Таким образом он обеспечивал свою семью мясом, но лишнего никогда не брал. В один из осенних дней Виктор отправился в лес за ягодами. Но внезапно он услышал какой-то звук. Это было какое-то протяжное скуление, скорее завывание. Виктор удивился и насторожился. Похоже на волчьевой, но почему днем? А потом подумал, что звери иногда ведут себя непредсказуемо, так что не стоит этому удивляться, и пошел дальше, повернув в сторону деревни. Но этот странный звук усилился и уже не прекращался ни на секунду. Звук стал каким-то истошным и жалобным. Виктор остановился и решил все-таки узнать, что там происходит. Он осторожно раздвинул кусты и обомлел от увиденного. На траве, под кустом, лежал волчонок-подросток с окровавленным, рваным ухом и глубокой, сияющей раной на боку. Он лежал, не двигаясь, жалобно скулил, как будто плакал. Виктор огляделся, но сородичей раненого зверя не увидел и понял, что малыш здесь совсем один. Заметив Виктора, волчонок не зарычал и не оскалился. Он просто замолчал и с какой-то мольбой в глазах смотрел на мужчину. Виктор, как охотник, понимал, что волчонок эти раны, скорее всего, получил во время охоты на кабана, который оборонялся и поранил его своими клыками. Видимо, еще неопытен и не рассчитал свои силы, подумал мужчина. Оставлять его здесь нельзя, рана на боку очень глубокая, такую не залижешь, как делают обычно звери. Виктор осторожно подошел к нему, сел на корточке, чтобы тот понял, что этот человек не хочет причинить ему вред. Потом протянул к нему руку, погладил его по голове, а потом снял свою куртку, положил волчонка на нее и быстро отправился в деревню. Дома он все рассказал жене, и они решили оставить волчонка у себя, вылечить, подкормить его, пока не наберется сил. А потом будет видно, что с ним делать дальше. Возможно, волчонок сам решит, где ему лучше быть, у нас или в дикой природе, решили они. Аня обработала и зашила волчонку рваную рану, и вскоре она зажила. Виктор смастерил ему большую, добротную будку. Волчонок был чисто серый, и они ему дали кличку Серое Рваное Ухо. Так он и прижился у них. Прошел год. Серый стал большим, сильным волком, но по поведению добрым. Хотя на односельчан он все равно нагонял какой-то страх. Ведь это же волк, говорили они, и уже начали высказывать свое недовольство. Нельзя же держать волка во дворе дома. Пришлось закрыть Серого в большом вольере, который соорудил для него Виктор. Вскоре Серый затасковал, у него пропал аппетит, и он начал выть на всю деревню. Виктору было неудобно перед односельчанами за эти ночные песни, исходящие от Серого. И, наконец, семья, посоветовавшись друг с другом, решила отпустить его в дикую природу. Одним поздним вечером Виктор открыл вольер. Серый поглядел на всех внимательно, как бы прощаясь, и умчался в темноту. С тех пор они больше его не видели, но были рады за него, что он зажил вольной жизнью, как подобает этим зверям. Прошло два года. Виктор, как и раньше, собрал снаряжение и отправился поохотиться на зайца. Шел по лесу, глядел по сторонам, любуясь кружащимися в воздухе белыми снежинками. Зимний пейзаж тайги завораживал. Виктор шел по просеке, а потом свернул в лесную чащу и тут же, внезапно, вскрикнул от боли. Он ногой угодил в большой капкан, видимо, поставленный браконьерами на крупного зверя. Благо, на нем были толстые плотные валенки, иначе ногу бы раздробило. Но идти он дальше все равно не мог. Нога сразу же опухла, и Виктор понял, что у него скрытый перелом. Острая боль разливалась по всей ноге, и он лег на свой рюкзак и стал думать, как ему дальше быть, каким образом добраться до деревни, тем более уже темнело, а до деревни еще далеко. И Виктор принял решение ползти. Скрипя зубами, он полз к краю леса, а там уже и деревня за полем, думал он. Уже вечерело, но останавливаться нельзя, иначе замерзну, размышлял Виктор. А самое страшное в это время волки, если они учуют беспомощную добычу, то все, конец. Они же со мной в любой момент разделаются, со страхом в душе думал Виктор. И только он об этом подумал, как в то самое время сзади послышался волчий вой, а потом слева и справа. Виктор понял, что он окружен волками, и уже смирился со своей участью, надеясь только на чудо. Внезапно прямо перед ним появился огромный матерый волк, по всей видимости, вожак стаи. Он стал приближаться к мужчине, но неожиданно остановился. Ну вот и все. Мне конец с ужасом, подумал мужчина. Но вдруг он увидел, что у этого волка разорвано ухо, и забыв про весь этот ужас, он вспомнил серого, у которого также было разорвано ухо. Виктор уже был почти уверен, что это тот самый волк, да и зверь тоже по запаху узнал своего спасителя. Серый, серое рваное ухо, вот мы и встретились, с улыбкой сказал Виктор. Когда волк услышал его голос, он завилял хвостом и дал понять, что узнал его. В этот момент другие волки стали приближаться сзади, рыча искались. Серый понял хищное настроение своих сородичей. Злобно зарычав на них, он снова посмотрел на Виктора, дав понять, что он помнит его и ему нечего бояться. Мужчина тоже поглядел серому в глаза и пополз дальше, даже почти забыв про боль в ноге. Доброта волка к нему в это время затмили эту боль. Серый сопровождал Виктора в пути, пока тот полз, время от времени рыча носородичей, чтобы не приближались к нему близко, и поэтому стая шла сзади. Через два часа Виктор дополз до деревни. Серый еще раз внимательно посмотрел на него, постоял немного, потом развернулся и убежал в лес к своим сородичам. Мужчина посмотрел ему вслед. «Спасибо тебе, серый рваное ухо. Спасибо, дружище, что ты не забыл меня и спас от гибели. Может, мы еще встретимся, и я пригожусь тебе!» С радостью в душе подумал Виктор и постучал в дверь своего дома. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok